В общем, я предлагаю сейчас тогда вспомнить, мы с Антоном эту тему разрабатывали, даже достигли каких-то успехов в свое время, но потом, как это случается в жизни, все бросили. Надо было сказать, Антон все бросил. Антон все бросил, я же тоже бросил вместе с тобой, начал заниматься христианством. Разве не так? Мы с тобой этим начали заниматься, я посмотрел по датам. Первый раз мы об этом говорили в седьмом году еще. В седьмом? Да ну. В седьмом году я сделал доклад сначала, потом мы в машине это обсуждали, потом мы с тобой обсуждали, сидели где-то в кафе, если ты помнишь. В седьмом году? Да, потом мы это бросили, потом мы опять в машине. Но мы в девятом году. В восьмом. И в девятом году мы опять это обсуждали. В девятом мы уже обсуждали в офисе, вот как раз в Новый год. С девятого на десятый, начали десятый. Да, мы обсуждали в офисе, я даже тоже что-то поднял. Потом мы опять дообсуждались до чего-то, и тут я ушел в христианство, и все это опять было брошено. Хотя на самом деле, когда мы обсуждали в офисе, я уже был в христианстве, и мы обсуждали те же самые христианские позиции, пересечения какое-то было. Я даже и назвал это нашей идеологией, как «Я и тело» или «Христианство» и «Этих», у меня есть два названия наших семинаров, как мы собираемся. Ну а сейчас я предлагаю заново возобновить, потому что в связи с тем, что благодаря обсуждениям на другом семинаре, я договорился в том, что мы вдруг выяснились некие интересные вещи, которые интересны, наверное, Анатолий, понять, и обсудить. Может быть, это и… Я сейчас на сайте обсуждаю с ребятами, там еще только в самом начале обсуждения. Вот, значит, надо начать с самого начала. Вообще вопрос идет в том, и вся интенция состоит в том, чтобы понять, что такое сознание. И все началось с того, что кажущаяся ясность самого понятия, кажущаяся реальность самого сознания не выясняет нам, что это такое на самом деле. Чтобы это выяснить, надо войти в некие подробности того, как работает сознание, чтобы выяснить все-таки, что это такое. И мы различали в свое время два вида активности, познавательной активности субъекта. Первая познавательная активность – это познавательная активность актов, далее познавательная активность в действиях. Что это такое? Согласно классическому представлению, вот, субъект можно изобразить в виде такой субъект-объектной структуры. Точнее, надо так уж сказать, что деятельность субъекта, в том числе и познавательная, может быть изображена в виде субъект-объектной структуры, да? Где акты, в том числе и познавательные, познавательные акты – это просто частный случай актов. Вообще любые акты. С одной стороны, имеют направленность некогда на объект, всякий акт направлен на объект. То есть акт – это не нечто такое, что просто воздух повисает, да? Понятно, было. Да, и есть то, откуда идут акты, да, субъекты. Причем вот это то, откуда идут акты, субъекты, он вводится по определению, потому что этот субъект актов, как потом я покажу, он не дан сразу, да, если это вот некому заключению, что акты должны иметь источник своего исхождения, должны иметь причину. Вот эта причина, классическая философия называется просто субъектом, собственно, так субъекты вводятся. И потом это понятие не обсуждается, оно просто везде прописывается, как одно и то же понятие, да? Потом возникает понятие «я», и это понятие «я» в классической философии, оно то же самое, что и субъект. То есть это как бы между субъектом и «я» ставится знак равенства, и вопрос закрывается, как бы, и все. Классическая философия никакой проблемы здесь нет. На самом деле есть другая познавательная активность, или это другая познавательная активность? Можно, прежде чем переходить к другой, прояснить, какие тут проблемные есть места. Да? Сразу. Проблемные места связаны с тем, что, вот, допустим, хорошо, есть некая активность, у нее действительно есть направленность на какой-то объект определенный, это все дано. И можно, так сказать, домыслить, что у нее есть причина, может быть, как бы, наличие причины, можно считать ее каким-то атрибутом, там, и верить в то, что вот субъект должен быть. Но совершенно не обязательно, что у другой активности будет тот же субъект. Да? То есть, вот, допустим, ты, не знаю, говоришь, не ты даже, а просто, так сказать, происходит говорение, происходит письмо, происходит там дыхание, происходит мышление. На основании чего, как бы, мы приписываем, так сказать, мы отождествляем все эти субъекты, говорим, что это все делаешь там, делает некое я. То есть, вот, множество активностей в классической философии, каким-то, как бы... Ну, то есть, не факт, что одинаково, если совпадают субъекты различных активностей? Ну, поскольку про них вообще ничего неизвестно, да, они, как бы, водятся, естественно, формально. Вот. Одновременно, как бы, не факт, что они совпадают, с другой стороны, они, как бы, совпадают в смысле, как бы, своей формальности. То есть, ни про тот ничего не сказано, ни про этот ничего не сказано. Как бы, их и различить невозможно, нет оснований, и нет причин их отождествить. Вот. Есть, как бы, не классические какие-то построения, немножко забегая вперед, но просто говорю, как бы, откуда ветер дует, где говорится о множестве субъектов, что, как бы, ну, так сказать, у нас, так сказать, не один человек, не знаю, живет, а огрубляет, да, спрямляет, а несколько там. Вот. Ну, и действительно так. Мы много раз там обсуждали какие-то самые банальные вещи. Вот я упомянул там, допустим, письмо и говорили. Когда ты говоришь, вот, ты делаешь это одним способом. Когда ты пишешь, как будто бы другой человек пишет. И вот эти... и то, и другое вроде бы речь. Но эти деятельности как будто бы исходят от разных людей. Потому что, получается, совершенно по-разному, и ты совершенно по-разному проявляешься в них. Вот. Ну, не говоря уже о каких-то других деятельностях. И на каком основании, так сказать, это все собирается воедино, вот. Это большой вопрос. Вот. Это момент номер один. Момент номер два связан с тем, что все-таки активность, как бы, протекает в каком-то времени, вот. Время, опять же, как правило, в классической философии как-то даже не вводится, а просто подразумевается как просто как, ну, вот, как некая давность. Ну, вот есть, так сказать, ну, как пространство, как система координат. Вот, так сказать, вот сегодня, вчера, завтра. И на каком основании вот некая активность, которая была вчера, некая активность, которая есть сегодня, некая активность, которая есть завтра, опять же, собираются, вот, субъекты этих активностей собираются в единый субъект. То есть, темпоральность субъекта, его непрерывность, его, как бы, единство, его ответственность перед своим собой. Да ты, извини, но ты карточку мне купил. Купил, да. Поэтому вот как бы второй вопрос, всплывающий уже даже когда, наверное, мы вспоминаем Декарта с его построениями, о которых, наверное, нам придется тоже говорить. Вот. Это такие как бы вопросы наводящие, которые проблематизируют, проблематизируют вот это классическое понятие субъекта, возникающее из представления об акте, об активности, о действии. Все, все, все это непонятно. Непонятно? Значит, первое, во-первых, субъекты, невозможно их, по крайней мере, пока нам не отождествить и не различить, а второе, с темпоральностью что ты имел в виду? Что они также и временно отличаются, что есть как бы действие сейчас, есть действие какое-то потом. Но можно таким образом и отличить их? Кстати, между прочим, это, Софья, хорошую тему завела, потому что можно же повторить дело феноменологически, да, вот есть различные акты. Акты чтения, акты говорения, акты письма, там, акты, там, не знаю, там, мышления, да. Надо ведь доказать, что у этих актов одна причина. Естественно, да. С точки зрения феноменологически акты есть, да, они для нас очевидны. Об этом я и говорю, да. С терминологически точки зрения, пока мы не доказали единство субъекта, да, как бы, мы должны держаться мнением того, что у каждого этого акта есть своя причина. То есть, на самом деле, понятие «субъект», да, оно вводится здесь просто терминологически. Мы можем говорить просто о причине, там, у каждого акта должна быть своя причина. Просто принято, в классике называть это причина. Ну да, 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 да. Именно так. И поэтому с точки зрения феноменологически мы, как бы, сейчас ставим только саму проблематику, да, вот есть много, есть разнообразие актов. Эти акты различаются, содержательно различаются, иногда и формально различаются, потому что есть различия между, допустим, речью и, допустим, бегом, потому что бег – это какая-то другая деятельность, и речь – это все-таки одна деятельность, все-таки непонятно, как их сравнить. То есть есть многообразие наших актов, многообразие наших действий. Нужно понять, на самом деле, это многообразие действий сшивается в одну причину, и все многообразие этого действия имеет в одну причину, или этих причин много? Или этих причин много? Это вопрос один. И второй вопрос – непрерывность субъекта во времени. Даже если многообразие актов данных здесь сейчас сшилось воедино, каким образом сшить этого субъекта сегодняшнего, завтрашнего, каким образом непрерывность установить? Почему завтрашний? Немножко другой вопрос, но он лежит рядом. Это продолжение проблематики, да. Третий вопрос, который тоже здесь на полях присутствует – что не все есть активность. Есть какие-то вещи, которые пассивно протекают. Ну, в частности, там, не знаю, есть понятие тела, каких-то процессов, которые в нем, и так далее, которые не являются какой-то активностью, но, тем не менее, вроде как, к субъекту этому какое-то отношение имеет. Они не являются активностью сознания. Физиологической активностью не являются. Ну, есть ли у них субъект? Ну, хорошо, как бы, пусть это активность тоже, да, но, опять же, опять же, кто у них, так сказать, вот, допустим, бежит там какой-то этот, как его зовут, там, какой-то фермент, там, в крови, там, бежит или кто-то там, да, кто его послал, понимаешь? Есть ли там причина? В чем причина лежит? Что это за субъект? Ну, ладно, давай, как бы, в одну сторону камера будет смотреть, а то это будет бесконечно. А тогда не получится, не получится, интересно. Ну, давай, ладно, я помню. Мы не специально говорили о том, что субъект, это как раз то, что понимается под причиной, да? Да. То есть, причина действия, причина активности, ах, так вот, субъектом, да? Но ведь не всегда причина-субъект. Если мы берем неосознательный там, нет, ну, то же самое физиологию, просто природные некие, вот, не знаю, физические процессы. Ну, хорошо, ну, тогда, как бы, ты сразу переходишь к возражению. Нет, ты права, да. И сразу переходишь к возражению. По сути, этот вопрос сводится к тому, что, вот, как, что все-таки вот эта сфера сознания классическая, она, как бы, не полна, она граничит с чем-то, так сказать, иным. С вот этим телом, как бы, с, там, знаю, с какой-то физикой, физиологией, природой, там, еще чем-то. С чем-то, как бы, несознательным. Где-то это озвучивается в каких-то промежуточных формах, там, психологии, там, психоанализа, как про подсознательные или бессознательные, говоря. Где-то это буквально, внести с физиологией. Но факт состоит в том, что в классическом построении, как бы, один раз возникнув вот этот классический субъект, классическое я, оно уже навсегда остается чистым. В него никаким образом, вот эта, вот, как бы, телесность, вот эта... Чистосознание. Вот, да. Оно становится все из сознания. Все из сознания. Оно, как бы, является источником всего, всякой активности, да, и, как бы, ни о какой другой там активности или пассивности речи не идет. То есть оно является, своего рода, таким, как бы, каузусует причиной самой себя и, там, можно сказать, Бога просто. Ну, и что-то, это значит, что мы просто исключаем из сферы рассмотрения все... Нет, мы не исключаем, мы к этому придем. Или мы пытаемся... Мы как раз хотим доказать, почему надо обязательно это ввести. Мы проблематизируем классическую концепцию, как бы, сознания. Слушай, может, я неправильный вопрос дала, может быть, не Данислава. У меня в чем вопрос? То есть мы, вот, не все, что не является сознанием, мы его включаем в сознание или выключаем? Ну, мы вообще, как бы, не знаем пока, что такое сознание. Пока. Это пока слово. Да, пока. В конце концов, если, как бы, это слово нагружено такими коннотациями, что всякие вот эти телесные вещи, уже, так сказать, в него не включить, но мы выберем другое слово. Но нам важно, как бы, сохранить полноту опыта жизненного. Ну, или не то, что вернуть его, да? Каким-то образом. Вот. То есть, в общем, хоть и хотим все заново построить. Вот, сделать классическое... Потому что ты хочешь потом включить все, да. Ну, не потом включить все, а, как бы, увидеть, увидеть, где что-то теряется. Все оно уже и так было, как бы, оно и так у нас есть. Ну, классическая философия, конечно, тоже не отказывается поесть тела. Да, она просто постепенно не может к нему прийти, понимаешь? Да, вот не может его достигнуть. Ну, давай, так, сделаем. Ну, я слушаю вас, да. Вернись потом. Ну, я с вами. Что это такое? У тебя слово. Я пытаюсь все добиться, и никак не могу понять, чего вы хотите. Вот я вижу здесь два выхода, еще раз, еще раз повторюсь. Вот в этой ситуации, либо мы, хотя бы, может быть, пока мы не знаем, к чему мы придем, но хотя бы тенденция какая-то, либо мы, вот это несознательное, физическое, физиологическое, будем пытаться объяснить и включить сознание в сферу сознательную, либо мы пройдем границу и просто отчеркнем это несознательное, и сфера своего рассмотрения выключим. Нет, мы так им заниматься не хотим. Или мы хотим найти границу, где это, почему? Неизвестно, есть ли граница, понимаешь? Мы просто хотим расставить все на свои места. Если бы была граница, тогда бы, как бы, в каком-то смысле, философия была бы замкнута и самостоятельно, и она не была... Мы же ее проблематизируем изнутри. Мы не говорим, что, а, вот есть тело, почему бы... Мы сейчас, как бы, говорим просто пока в русле этой философии классической. То есть, в этом наша идея состояла. Предположим, что она права. Да, предположим, что она права. Мы хотим довести ее до абсурда. Пойдем по ее пути. То есть, есть постклассическая философия, которая как-то сразу там начинает говорить про тело, про множество субъектов, там какое-то фуко, еще про что-то, еще про что-то. И, несмотря на то, что она, может, поднимает правильные вопросы... Связь с классикой ее не ясна. Да, связь с классикой не ясна, она, как бы, перепрыгивает, да? Получается, как большой разрыв, да? Вот, если это, как бы, классическая философия, потом огромная пропасть, разрыв, и потом идет новый. И мы хотим мозг проложить. И не очевидно, что они, как бы, наследуют философскую традицию. Понятно, то есть, вы хотите не включить и не выключить, а связать. Найти, не знаю... Не, мы хотим понять, почему произошел переход. Мы хотим разомкнуть. Вот есть, как бы, классическая философия, это как замкнувшийся такой шар, как яйцо, не знаю, как скорлупа. Вот, все, она, как бы, она замыкается, и все вот это вот иное из себя исключает. И делает это вот очень быстро. Мы хотим, как бы, найти вот эти вот какие-то точки размыкания и, как бы, вот ее как-то разомкнуть. И одновременно точки соприкосновения, то есть, и размыкания, и соприкосновения. Мы хотим показать, в чем отлично, да? Ну, чтобы показать отличие, надо поставить на единую почву, да? Мы хотим взять, в качестве этой единой почвы берется классическая философия. Мы хотим показать, где начинается не классическая философия, почему она вдруг возникла. Обычно не классическая философия, вот эта вот, да, там, французы эти, Они обычно как бы берут сразу на свою почву, перетаскивают классиков, и там как бы с ними что-то делают. И все потом, как бы увидев это, плачут, видят страшные сны, как с Индианой Джонсом. И несмотря на то, что они вроде как и правильные вещи говорят, и благие, я говорю, им претензии постоянно предъявляют, что они, так сказать, не умеют мыслить все. Потому что уметь мыслить, это уметь мыслить классически. Как было, в общем, так оно и есть пока. А мы хотим показать, что на самом деле и классическая философия остается, да, только просто у нее, условно говоря, сфера меняется, сфера ее значения. И пусть классическая философия остается, но она не просто нечто, как бы, возникшее вдруг, а она на самом деле глубоко наследует некой интуиции классической. Никуда не деться от этой, вся классическая философия никуда не провалилась. она на самом деле просто место свое заняла и все. Может, как в классической физике, если можно так говорить, была классическая физика, механика, и казалось, что никакой другой физики невозможно. Потом появилась физика квантовая и релятивистская. И с классической физикой никуда не делается, она свое значение все равно оставила, но показана ее ограничительной, ее ограничение, ее место. Ну да, и плюс, когда возникла эта не классическая физика, было такое ощущение, что она как бы совершенно другая, совершенно чужда, что мостик даже как бы и не перекинут, кроме каких-то таких странных феноменологических построений. А когда вот, допустим, те же работы, по которым Игорь писал диссертацию, те же работы этого Фадеева возникли, и видно, что математическая есть связь, прямая как бы преемственность этих лагебраических структур, становится понятно, что это как бы все единое движение. И если просто это удастся сделать, собственно, ты просто все от нас хочешь очень много, потому что это и есть на самом деле какой-то итог, его еще надо достичь. Я понимаю, что это итог, но я пыталась какую-то некую интуицию получить. Ну вот вы мне сейчас объяснили. Для себя, для себя, вот так я формулирую такими словами, что вы хотите найти связь. Ну, может быть, я неправильно. Не, ну мы даже не, в конце концов, как бы, по-хорошему, мы не ищем никакую связь там чего-то с чем-то. Мы занимаемся просто проблемой, как бы... Так уж получилось, что этот вопрос выводит на эту связь. Сознание, субъекта, я, это как бы можно разными словами называть. Как только ты называешь какое-то слово, ты как бы уже вроде как попадаешь в какой-то дискурс. Тело. Но все эти проблемы, как бы, все эти слова, они в какой-то узел завязаны. На самом деле, действительно, это так получилось, что вдруг, разбирая сознание, мы вышли на такой рубеж, как переход от одного к другому. Сразу заранее это было неизвестно. Но читая Гегель, можно было понять, что у Гегеля основной персонаж всех философских построений является сознание, да, и можно было понять, что если как-то сознание это понять, то можно было понять и Гегель, и всю классическую философию. Потому что есть вершина и завершение этой философии. То есть, ну так получилось, что анализируя это сознание, да, прежде всего, такую функцию этого сознания как рефлексия, да, задав какие-то вопросы, которые как бы классические точки выглядят странными, но если вдуматься, они на самом деле корректны. Мы проблематизируем классическую постановку вопроса и выходим как бы на новые рубежи. И в этих уже новых рубежах, если мы потом начнем двигаться дальше, а потому что с этих новых рубежей, видно уже, откуда вырастает, например, философия Хайдегера. Насчет Деррида я не знаю, но мне так видится, что может быть, как-то можно понять, откуда вырастает философия Деррида. Вот про учреждения мы говорили. Ну и Ницше, да, как бы тут... Ницше, прежде всего Ницше, да, потому что Ницше был первый, как бы, который сказал, что субъектов много. Это у Ницше же, это же первый, первый сказал Ницше. Он, если я не могу гарантировать точность статуса, но он говорит что-то в том роде, что человек представляет множество воли душ, да, которые как бы, между друг другом борются за волю власти. И та, которая побеждает, то, собственно, и представляет это человека от своего лица. То есть в каком-то смысле, как бы, Ницше понимал человека как некий конгломерат, да, субъекта. Ну это надо читывать, как бы, надо это проверять, но мне кажется, именно Ницше был первым, кто, вообще даже, первым до психоанализа, да, потом после него психоанализа этот вопрос поставил, да, что человек не является единственным. Ну, я не верю, что это было первым, чем, может, философии первым, чем, ну, что вообще в культуре. Ну, который об этом говорил, как бы, ну, так сказать, серьезно философски, потому что это пока только слова. Не, наверное, может, писатели поедут, наверное, да. Когда уже, как бы, возникает некая концепция философская, ну, например, как бы, которую мы обсуждали, которая тут тоже, как бы, будет в каком-то ключе мелькать, вот, вот, еще неизвестно в каком, вот, концепция там-то самоучреждения, вот, субъекта, вот, это уже, как бы, какой-то содержательный разговор. Да, это уже дальше, это уже развитие самой темы дальше идет. Почему вообще мы, возможно, самоучреждение, что это такое обозначило? Это вот как раз тема Деррида, и к нему надо будет, возможно, мы к нему перейдем, когда мы постепенно будем двигаться, потому что все надо последовательно делать, нельзя же сразу, как бы, просто все, одну кучу свалить, там, для этого потом разбираться. Ну, мы немножко, как бы, набросали, так сказать, чтобы... Да, мы набросали, да, какое-то некое видение, да, как бы, сразу показали конечные цели, показали границы. А теперь, как бы, возвращаясь к феноменологии, мы вот снова говорим, что у нас есть, вот, феноменологически, есть какая-то активность, и это пункт 1, и дальше пункт 2. Да, какая-то активность в виде актов, и пункт 2 – это активность в виде переживания. И безотносительно даже рассуждений, может, рассуждений о том, что такое переживание, уже ясно, что от актов от переживаний отличается чем. Можно обратить просто на свой опыт внимание, да, акты – это вот нечто, совершающееся внутри вот этой субъектной объектной структуры, а переживания, они как-то совершаются иначе. На самом деле, вот, я с ребятами на сайте дискутировал, да, переживания тоже бывают интенциональными, они бывают тоже обращенными на объект, на самом деле, не все так просто. Ну, единственное, что можно сказать, что переживания, ну, допустим, какие-то настроения, являются все-таки состояниями, да, я. Вот есть некие состояния. Печаль, допустим. Печаль, тоска, радость. Вот акт – это… Можно чему-то радоваться. Акт – это сразу переход, да, от одного к другому. То есть акт – это вот некий толчок и переход, да, А переживания – это нечто для счастья. Причем, я не получаю понятие времени. Ну, что характерно, как бы, вот эти классические построения, в классической философии, вот эти акты, они никогда не были актами, как бы, переживательного характера. Они всегда, в основном, были познавательного, ну, или какого-то просто деятельного, активного характера. То есть переживание, там, оно могло лишь накладываться как психологическая окраска. То есть переживание имело, как бы, не онтологический статус, а какой-то психологический. То есть, ну, вот ты, допустим, видишь, как бы, трамвай, двигающийся на тебя, вот, и тебе страшно. Вот. Как это может быть так? Вот. Либо ты познающий субъект, который осуществляет познавательную активность, который видит трамвай, который понимает, так сказать, что вот он может на тебя наехать, но зачем тогда тут страх, как бы, да? Он бы, так сказать, действуя вот таким рассуждательным путем, просто, как бы, пришел бы к выводу, что надо, так сказать, перемещаться, ну, вот, что-то в этом духе делать. Почему же ты, там, допустим, в страхе можешь застыть, да, как копан? Вот. То есть, вот это, как бы, переживание, да, или настроение, там, или, там, не знаю, отношение, да, не даже отношение, а именно состояние, да, состояние, состояние ужаса, например, да, который, как бы, не вызван, вот, допустим, если страх ты боишься чего-то, то вот ужас, как бы, ну, вот, как уже Хайдеггер частично цитирую, это ужас вообще, как бы, это не есть ужас чего-то, это просто, как бы, именно состояние ужаса. Вот. Булан говорит переживание, может быть, можно было бы акцентировать, еще одно слово хорошее в свое время придумал, проживание. На самом деле, правильнее говорить проживание, просто переживание, это более нам понятно, да, чтобы что-то сравнивать, я не могу сказать проживание, а что это такое? Просто переживание, это нечто доступное в опыте, а проживание, это некие специфические... Но в проживании, как бы, присутствует вот это, ну, как бы, стояние, что ли, в чем-то. Да, но это специфический опыт, на него указать надо отдельно, когда, если мы будем излагать когда-нибудь это построение строго, надо будет все-таки начать проживание. Потому что стержень всех этих состояний является проживание. Некое состояние во времени. Ну, да. Может быть, проживание и чего-то тоже, да? Там, радости тоже. Ну, состояние какого-то. Может быть, проживание в состоянии. А может быть, вот это вот самое антологическое, о котором ты сейчас, видимо, говоришь, это проживание себя. Вот о чем речь. То есть, как бы, проживание себя. Вот это загадочная загадочная неактивность даже можно сказать, что это какая-то активность, но просто другого свойства. Понятно, что акты это акты мышления, акты речи переживания это состояние радости это совсем другие вещи это просто два различных способа активности субъекта два различных пока мы как бы сейчас еще не перешли к обсуждению, почему субъект распадается пока мы говорим о том, что есть как бы некая разделительная линия существенного различия двух видов активности активности актовой, которая в субъект объектной структуре проявляется, и активности переживательной можно немножко спросить я все пытаюсь, пока вы накидываете все эти слова пытаюсь для себя как-то провести различия потому что для меня всегда не сразу, скажем так, очевидно может быть интуитивно чувствуется, но не сразу очевидно почему активность и переживаемие отличаются то есть, понятно, я может соглашу еще и сказать акты и переживания отличаются акты и переживания да, вот país живут я тоже давайте уж ну уточним переживаний могут быть переживаний может быть объект а может и не будет Да. Верно. И желание может быть оде. То есть, радость может быть действительно, но радость о чем-то может быть всегда? То есть, к чему-то, да. Да, радость чему-то. Но не всегда. В этом состоит различие. И сама природа… вот, акт – это сразу переход, да? А сама природа переживания – это нечто длящееся во времени, а вот эта временность самого переживания – она существенная. То есть, акт – это сразу толкнул всё, это некий толчок – и перешёл. Речь сказал – акт и закончил. Акт, фактически, это как бы бац и объект. Он как бы схлопывается в объект. Да, сразу. То есть акт как бы имеет цель в объекте. Собственно, акт для чего производим мы акт? Для того, чтобы сразу перейти к объекту. Сразу как бы сообщить суть. Сразу, допустим, если речь, сразу сообщить что-то. Что-то сделать, потому что мы стремимся что-то сделать. А переживания мы не стремимся ничего сделать. Мы просто что-то происходит с нами, какое-то состояние каком-то находимся, и это состояние опять же может быть направлено. И ребята на сайте правильно указывают, и там они на сартер. А сартер говорят, что действительно сартер приводит примеры переживаний направленных на нечто другое. То есть они могут иметь свой объект, это правильно. Но они могут и не иметь его. То есть, с одной стороны, сами по себе переживания, как по своей природе, они другие. Это некое движение во времени, такое проживание некого состояния. А с другой стороны, даже если они направлены на объект, то и направленность эта на самом деле, как я вот теперь держусь в мнении, она добавляется, она не относится к природе переживания. Ее добавляет сознание. То есть сознание, как бы осмысливое переживание, добавляет переживанию интенсиональности, добавляет переживанию объекта. Например, просто тебе, допустим, тебя хватило радости. Ты можешь задуматься, откуда эта радость. Мы привыкаем, допустим, если нам оказывают услугу, привыкаем к тому, что осмыслить всякий раз причины того, в каком состоянии мы находимся. Но в принципе, мы можем же оказаться в состоянии просто, случайно, неосмысливаемого. Мы можем даже этого не заметить. Мы можем находиться в неком состоянии, не понимая причины этого состояния. Тут вот есть еще примерное переживание или проживание, которое мы все время имеем в виду, и от которого отталкиваемся. И, конечно, придется много раз о нем говорить, чтобы удерживать... То есть в нем в некоторой чистоте явлено то, что имеется в виду. А именно это проживание себя, можно назвать это по-другому. Это, скажем так, переживание времени. Время как бы... То есть по самой структуре речи, я сейчас говорю, переживание времени. Вроде как бы, опять же, есть объект, да? Но время-то не является объектом. И вообще не является каким-то что. Фактически это переживание бытия. Это переживание как бы существования. Вот ты как бы переживаешь себя существующей. Переживание переживания. И даже не то, что себя, потому что как бы ты не можешь сказать, что это такое ты, да? Ничего конкретного. Ты просто переживаешь существование. И, во-первых, как бы это такая глубокая экзистенциальная тема, которая вроде как в первую очередь и должна отличать, так сказать, человека от вещи. А вовсе не какая-то там активность. Будет даже она познавательна. Потому что и камень как бы там может, так сказать, выступать... Он двигатель, он двигатель, он активен, он что-то генерирует. Да. А тут как бы речь идет просто о переживании длительности, не знаю, времени, о переживании существования. Вот ты просто лежишь, допустим, без движения на кровати. Есть французов, по-моему, классный пример был. Я не вспомню, у кого из этих современных французов там описывается ожидание, чистое ожидание. Когда как бы уже оно настолько может быть длительное или настолько интенсивное, что оно как бы у него есть объект. То есть ты ждешь определенного человека, или ты ждешь, когда пройдет какое-то время и так далее. Вот, но оно всегда как бы безобъектно. То есть не важно. Ты испытываешь чистое ожидание. Хороший пример, кстати. Это не я, ты думаешь. А вот у Бланшо, вот там... Может, это Бланшо или нет? Ожидание это забвение там или что-то у него там... Ну, вот этот такой, типа, роман. Нет, просто сам факт состоит, что объект добавляется, то есть премысливается к самому переживанию или состоянию. Не может быть так, не может ли быть так, что просто если в актах объект нам как бы отчетливо дан, ясен, вот. А в переживаниях нам нужно приложить усилия для того, чтобы вычернить этот объект. И иногда в переживании объект становится ясен после прошествия какого-то времени, то есть мы там, ой, я радуюсь, о чем я радуюсь, а, наверное, я радуюсь этому. И может быть соответствовать или не соответствовать реальности. Вот. Опять же, что из этого будет реальность, непонятно. Вот. Но не может ли быть так, что в переживании все равно всегда есть объект? Ну, я могу тут сразу что сказать, что, во-первых, так можно было бы рассуждать, да, и так как бы рассуждает как раз какая-то психология и так далее, но это как бы в известном смысле не феноменологично. То есть если как бы объект ищется и находится потом и домысливается, да, и как бы не дам вот одновременно с переживанием, не дам всегда, явно, да, причем всегда, значит природа у них другая. Да, значит природа другая. Мы как бы ищем некую онтологическую структуру. Вот сознание, да, вот это вот субъект-объектное отношение, вот эта вот активность, это тоже как бы некая онтологическая структура. И, допустим, классическая философия ярко показывает, что всякая там, не знаю, познавательная деятельность, всякая деятельность вообще имеет такую онтологическую структуру. Всегда есть предмет, всегда есть субъект, всегда есть их отношение. Вот эта троица создает как бы... Ну, все философии, именно. Да, вот как бы... И как только мы обнаруживаем нечто, что, так сказать, может обходиться без чего-то из этих вещей, но на самом деле даже не без чего-то, да, как только как бы пропадает объект, пропадает и отношение, да и субъект, в том смысле, в каком как бы он понимается, он тоже пропадает. Я говорю, ты проживаешь время... Проживаешь время, но ты при этом не являешься, допустим, причиной проживания этого времени. Ты не являешься, как бы... А ты в каком-то смысле проживаешь это время равно активно и равно пассивно. Да. Ты просто как бы... Какой-то другой просто опыт совершенно. Другой опыт данности субъекта. Вот у нас есть, если продолжать разговор... Даже не субъекта, а просто данности. Другой опыт данности. У нас есть два опыта данности. Это очень правильный подход, да, два опыта данности. Опыт данности как объекта, да, в субъект, объектной структуре, в субъектах, способ данности через акт, и способ данности через проживание. Причем способ данности через проживание речь не идет об объектах, речь идет о том, что в способе данности через проживание как-то вот есть субъект один, он как-то дан, да, вот в проживании, он там. Но если уж чисто говорить, тогда у нас субъект именно в деятельности есть субъект. А тут вот раз мы говорим, что нет объекта, нет отношений, значит нет субъекта. Нет, надо говорить о том, что самое интересное, что вот этот субъект, который существует в проживании, это и есть я. Собственно, вот я, понимаешь, интересно в том состоит, что... Там может не субъект, да, но я именно там. А, но я именно здесь, мы-то понимаем себя именно, я-то именно так. Ведь опыт проживания, опыт вот этой временности, да, опыт проживания времени, это и есть опыт я. Нет, я бы так сказал, поскольку как бы в проживании речь идет фактически... То есть если вот, сейчас вот я с другого конца зайду, если в субъект-объектном отношении, да, и в первую очередь в познавательной активности, мы как бы получаем знания о какой-то содержательности, о какой-то чтойности вещей, о какой-то предметности предмета, то в проживании всегда речь идет только об икеи. Ну вот, как бы, обнаруживаем существование. Вот. Причем существование, оно может как-то вот моделироваться, иметь модальности, да, вот так сказать, радостно, грустно там и так далее. Да, это уже вторично. Да, это вторично. Первичное проживание, оно может окрашено быть уже в переживании, да, в состоянии, да, может дойти дальше в эмоции, превратиться в эмоции. Да, но при этом как бы... Это модус уже. Вот, допустим, если мы говорим о вот этом первичном опыте просто проживания и существования, что мы как бы из этой данности, так сказать, черпаем, да, какое знание? Мы тоже в своем роде, своего рода знания черпаем, но просто знания о существовании. Мы как бы, ну, нам, нам, нам понятно слово быть, нам понятно слово есть. Только благодаря тому, что у нас есть вот этот опыт. И это значит, что, вот к чему я веду, к тому, что парадокс состоит в том, что вся наша активность, вся наша как бы реальная какая-то активность в мире, деятельность, вот, все наше познание исходит от некого формального субъекта, да. Классической философии. В то время как существует только это я, которое в проживании присутствует. То есть существование там, а вся как бы содержательность и чтуенность в другом, как бы, как сказать, в другом пространстве, в другом опыте. И вот этот разрыв, он, ну, так сказать, он как-то вопиет. Может быть, может быть, это какой-то разрыв достаточно фундаментальный, может быть, как бы, невозможно это свести воедино. Может быть, из этого разрыва возникает, как бы, ну, вся проблематика человеческой жизни, как бы, все ее, там, не знаю, перипетии, ну, различия души и тела, там, различия, да. Да. Бессознательное сознание, там. Я каждый раз, это замечательно, конечно, все это понятно и все такое, но я, может быть, я, мне кажется, о другом спрашивала. Я имела в виду вот что, имею ли мы право говорить субъект переживания? Ну, не надо говорить субъект, но мы имеем право говорить, что в данности, в способе данности проживания, да, ну, вот в этом, в опыте проживания речь идет о бытии, вот, о чем мы можем говорить. Вот. И проблема-то в чем? Проблема в том, что причина, да, даже, как бы, в, с точки зрения, как бы, классической философии, она же должна быть существующей, вот, она не должна быть формальной, вот, а причина, как бы, ну, вот этот субъект, как бы, классической философии подразумевается, что он, как бы, есть. Ну, в частности, мы там потом обратимся к картезианскому эрго-су и увидим, что... А, получается, он не существует? Он выводит из активности, да, он говорит мыслю, я мыслю, я существую, да, то есть он говорит, что вот есть активность мыслительная, сомнительная, кака угодно активность. Соответственно, есть, как бы, субъект, да, есть причина у нее. Это причина, как бы, я, говорит он. Вот. Так не происходит ли здесь, как бы, подмены какой-то? Что он, на самом деле, какой он я обнаруживает? Тут, как бы, происходит какая-то путаница. То ли он обнаруживает вот эту формальную причину и просто, как бы, делает некий такой логический вывод, то ли он перескакивает через, из одного опыта вообще в другой, вот, и зная уже заранее, как бы, вот это вот проживание себя. Да, очевидное, просто в нем невозможность сомневаться, потому что... Да главное, что на самом-то деле парадокс в том, что даже сам вопрос, да, сам вопрос о существовании себя, как можно было бы поставить, да, это, как бы, уже к разговору о рефлексии, да, куда обратить рефлексии, да, да. Как можно было бы его поставить, если бы этот опыт, если бы понимание того, что такое существование, уже не было дано каким-то иным способом? Да, до рефлексии. Ну, сейчас... Это я сейчас, знаете, заговорил про рефлексию, немного забегание вперед. Ну, могу только сказать, что Софья, наверное, права, может быть, не знаю, там, субъект переживания удачный, как теория, неудачный теория. Дело просто в том, что вот в этом проживании себя, да, вот, мы констатируем «я». То есть мы «я» никаким другим способом не констатируем. Есть хорошее слово «экзистенция», почему вы все время избегаете его? Можно «экзистенция» говорить, я согласен. Просто это вопрос пока криминологический, на самом деле, я тут, мне не очень тоже нравится. Просто «экзистенция» как какое-то, оберегностранное слово, во-вторых... Это как раз именно то, что вы имеете в виду. Ну, если брать Хайдигера, ведь действительно, там есть два вида рассмотрения объекта под категориями и под экзистенциалами. В каком-то отношении вот этот разрыв, да, категория, экзистенция... Ну, в принципе, мы можем говорить «экзистенция», как бы, да, чтобы, как рабочий хотя бы термин, чтобы... Ну, потому что, если брать слово «существо», ну, здесь оно путается со словом «суть». То есть, «существо» как нечто, что существует. То есть, существующий субъект, ну, не субъект. Ну, да, но потом «существо», как бы, оно подразумевает, опять же, какую-то что... Просто дело в том, что потом этот субъект станет интенциональным все-таки. Потому что, собственно, сознание, вот оно находится в «я». Сознание – это интенциональное. То есть, потом, иначе говоря, вначале он вводится, это «я» вводится таким образом, и можно говорить «экзистенция», но она – это экзистенция, она же не пассивна в этом мире, она же потом становится активна в начале. То есть, в каком-то смысле у нас субъекта будет именно два. Что один будет субъект акта, да, я буду акты порождать. А второй субъект, он, кстати, не может акты порождать, да, но он может мир переживать. Это другой способ отношения к миру. Мир можно же переживать. То есть, это тоже направленное переживание, да, но, тем не менее, в этой направленности – это другой способ направленности. Первоначальный посыл состоит в том, что мы должны это различить каким-то способом. Это вот то, что я говорю, и то, что сомнения, какие у тебя есть, они все правомощны. Потому что, действительно, не все так здесь просто. Да, если бы мы просто назвали два субъекта, дальше стали бы не только терминологические проблемы, но и логические проблемы. Как они там в каком-то отношении, как вообще могут в отношении субъекты состоять, да, и так далее. Все равно встают. Здесь же, как бы, ну, какая-то структура явно присутствует. То есть, получается так, что, как бы, есть одна данность, есть другая. И в каком-то они отношении состоят. И как-то они, как бы, друг с другом связаны. Вот, в единстве жизни. Они не... это неизбежно связано. Здесь такая же связь, как между я и телом, да. Вот я и тело как-то связаны. Мы же не говорим, что тело не мое, правильно? Тело-то мое. Но, как мы... я же понимаю, что тело само живет своей жизнью какой-то там, да. Важно, что... в чем здесь, как бы, плюс состоит? В том, что структура вот этого вот комплексного, вот этого вот я, да, в котором есть, как бы, и одна данность, и другая, и один способ, как бы, отношения к миру, и другой, который, как бы, в общем-то, отношением не является. Вот это проживание. В общем, вот эта структура в целом... Нет, я это другой немножко хотел сказать. Что она в себе, как бы, не является... она не является точкой. Что это сложная структура. Что это, как бы, вот именно то, о чем любят говорить, что я дан себе, как бы, уже опосредованно. Что я сам с собой соотношусь. Что я, как бы... Что я для себя другой. Я для себя, как другой, уже. Мы к самому себе относимся, как к другому. Ну, это все понятно. Да. Вот, самое главное, что, вот, как бы, какие-то пояснения сделать, для того, чтобы вброс, как бы, в классическую философию, чтобы было понятно, да, вот. Да. Как возникает критика Гегеля, если исторический аспект брать? Причем возникает Киркегор, и он критикует как раз Гегеля со стороны переживаний. Да, у него, вот, все его вот эти вот трактаты, они все посвящены не логике, да, все посвящены неким, как бы, страху, трепету, посвящены ужасу, да, вот. То есть, посвящены вот переживаниям, да, это, во-первых. Во-вторых, сам Хайдеггер, да, когда уже пытается изложить все более точно, ведь он как раз критик, если может так выразиться, критик, да, потому что он не критикует, он просто, как бы, начинает, как бы, с нового начала. И вот это новое начало, он, опять же, порождает два региона реальности, да, одна региона реальности под категориями, а другая региона реальности под экзистенциалами. И этот разрыв, на самом деле, непреодолим. То есть, это вот некий фундаментальный разрыв, да, вот у него он отпоедет. По сути, как бы, разрыв, который как-то параллельно идет его же, как бы, различию этого сущности и существования, ну, то есть, сущего и бытия. Причем бытия кого? Бытия Дазайм, правильно? Кто такой Дазайм? Вот это Дазайм, это есть я, то, что мы вот говорим. Дазайм, это есть вот это я. Ну, здесь требуется... Которое? Которое, которое? переживание. Ведь я это субъект переживания. Это вот эта экзистенция. Может быть, дозайн? Экзистенция. А дозайн у него есть экзистенция? Да. У дозайна бытие есть экзистенция. У дозайна бытие, в обычном смысле бытие, а у дозайна бытие другое, но экзистенция. Просто как бы тот же Хайдекер, по-моему, экзистенция это больше французское слово. То есть он употреблял больше дозайн. Но это вопрос терминологии. Дозайна в дословный перевод это вот бытие? Да. Ну, такой перевод. А если вдуматься, что такое вот бытие? В русском переводе мне нравится перевод присутствие. Вот присутствие как раз апеллирует к этому опыту, проживанию себе. Перевод он как бы перекидывает мостик к Мордашвили. Тот любит тоже это слово присутствие, присутствие. Поэтому как бы обычно и выбирает его. То есть в некотором отношении какая-то интуиция того, что то, о чем мы говорим, имеет отношение и к классической философии, да, и к постклассической философии, вот уже на данном этапе присутствует. Уже понятно на самом деле, что мы здесь пытаемся вот как бы говорить одновременно и с позицией классики, и с позицией постклассики. Только на неком едином поле, да. Потому что вот это вот то, что мы говорим про не факт, что мы еще нашли это идея поля. Не факт, не факт. Вот как бы сложность в том, это вот как вот в физике, так сказать, современной. Вот есть теория поля, вот, в ней как бы одни онтологические какие-то, один онтологический болезнь, а есть там теория относительности, в ней есть другой. И как бы пытаются вот так состыковать, да, но поскольку как бы сам фундамент-то разный, получается всякая как бы, всякие там уродцы. Вот. Давайте, двинемся дальше. Значит, третий пункт. Мы говорили сначала об актах, второй говорили о переживаниях, и вот третий пункт – это рефлексия. Вот это вот самый важный пункт, потому что в каком-то смысле вот рефлексия сшивает субъекты классические, да, вот как бы вот. Благодаря рефлексии все вдруг опять возвращается. Не то чтобы они были классики как бы со всеми такими глупыми и не задавали вопроса, как вот, так сказать, субъект этот, так сказать, узнает, что он субъект, как вот, так сказать, каким образом возникнет самосознание, да. Потому что, ну, просто сознание, да, то есть тут надо пояснить, просто сознание, да, вот эта активность, она как бы еще сама себя не сознает, да, ну вот может быть активность, 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 вот тот же как бы какой-нибудь, То есть компьютер или робот, он совершает какие-то действия, он является их субъектом, он действует на какие-то объекты или даже, может быть, познает. Я не придумал слово «генератор». Да, он генерирует эти акты. Но при этом, чтобы создание стало самосознанием, он должен обнаружить себя как причину. То есть вот там разговоры про зеркало, про рефлексию, рефлексию. В этом, собственно, состоит задача всей классической философии. Это должна и зайти из объекта, и дойти до самого себя, до духа, и выстроить все в единый системе. То есть должна зайти из данности и выстроить систему духа. Собственно, это задача Гегель. Но тут что интересно, если мы берем Гегель? Не все так просто, как кажется. Можно было бы подумать, что Гегель там это не различал. На самом деле у Гегеля есть две достоверности. Если брать уфиной ноги духа. Одна достоверность чувства, то есть в котором даны объекты, внешнюю меру. А другая достоверность, это достоверность самого себя. То есть вот этот опыт чистой, чистой данности проживания себя, он на самом деле понимает. Он понимает, что это нечто другое. Не все так просто. И он понимает на самом деле. Сейчас вот. Пока Гегель оставим, перейдем к рефлексам. Сначала надо ввести к термин. А он Гегель, это как это называется? Кроме чувства достоверности, я помню. Достоверность самого себя. Достоверность самого себя. Так и есть? Да, так и называется. Это вторая глава феноменологии духа. Ну, второй раздел. Да, у него есть глава. Первый раздел начинается с чувства достоверности, потом восприятия, рассудок, а потом идет к достоверности самого себя. То есть это уже к вопросу о самосознании. Это ведет к самосознанию. Вторая большая глава, которая посвящена самосознанию. Так, давайте разберемся с рефлексией. Собственно, рефлексией есть камень преткновения. Она с одной стороны в классике все сшивает, а с другой стороны на самом деле все разваливает. С рефлексией, согласно своему понятию, состоит в том, что субъект актов должен с помощью актов достигнуть самого себя. У нас субъект актов имеет только акты, правильно? И вся его деятельность состоит в том, чтобы производить акты. Он должен с помощью этих актов достигнуть самого себя. И схватить самого себя, и это называется рефлексией. Это, собственно, полное понятие рефлексией. Схватить самого себя как объект. Да, схватить самого себя как объект. Как субъект. То есть он должен быть и субъектом этого акта, и объект. То есть акт должен как бы замкнуться на самого себя. И всегда рисует такую стрелочку, либо землю такую рисует, да, земля, хватающая себя за хвост. Да, вот это вот как бы понятие рефлексии. Собственно, вот это классическое понятие рефлексии, оно должно состояться. Берем нашего субъекта актов. Для того, вот как он схватывает объекты. Объекты даны до всяких актов. Они как-то даны, они уже нам явлены. И акты состоят только в том, что мы просто открываем глаза и схватываем ту данность, которая уже дана. То есть в некотором смысле акты всегда вторичны. Сначала есть данность. Не очень аккуратный разговор, мне кажется. Все-таки, я думаю, что даже у Гегеля, вот, если там вспомнить его первую вот эту вот чувствную достоверность, где он там сначала полюс переводит туда, потом сюда, потом говорит про единство. Все-таки объекты возникают одновременно с актами. Но не так, что вот как бы вот есть объекты, и надо к ним направить акты. Это бы как бы, это, ну это просто как бы может там в какой-то там материализм свалить его. Я не знаю, или во что-то еще. Ну то есть сказать, что они предшествуют актам, и что акты вторичны, мне кажется так неверно. Но это тут, мне кажется, и не нужно. Ну да, не точно, согласен. То есть ты имеешь в виду, что... Это желательное было построение, простое, но не точно, согласен. Ты имеешь в виду, что, может быть, некая данность и предшествует актам, но объектом она становится только в акте. Это имеешь в виду? Ну, данность, само понятие данности подразумевает, что это вот дано. Дано, но может быть только в акте. Просто потому, да, да. Она не предшествует, потому что если мы говорим про что-то предшествует... Мы сразу к канту как бы обращаемся, у нас сразу вещь в себе возникает. Да-да, согласен, согласен. И вся эта история. Ну, я понял, что скажу так. Это не точный разговор, неаккуратный. До опыта, до опыта вообще нашего, мы не можем знать, есть там некая стойность или нет. Не можем. Не можем, не можем, согласен. Это разговор неаккуратный, надо все-таки избегать неаккуратно. У нас возникают опыты, как только возникает некий акт, когда его чтойность нет. Главное, что существование этой стойности, оно полностью определяется самой этой стойностью. Это значит, что если мы схватили вот что-то вот такое вот, то мы его схватили. А если мы не схватили что-то другое, то его и нет. Поэтому как бы акт, он не просто должен как бы быть, он как бы, и вся его содержательность определяет объект в момент, как бы, в осипании. Я же согласен с тем, что действительно, если думаться, для того, чтобы показать проблему с рефлексией, это не нужно. Это не нужно, да. Пускай объекты возникают одновременно, как бы, высвечиваются. Есть уж, были уж они там, да, актов, не были, это на самом деле неизвестно. Это метафизика, да. Они одновременно высвечиваются, да, вместе как бы с актами. То есть акты возникают, и возникает вся структура сразу. То есть вся структура существует сразу одновременно. Недаром как бы она структура. Да. Проблема состоит в том, на самом деле, что каким образом субъект может направить свои усилия на самого себя. То есть, каким образом он может самого себя схватить. Каким образом он может самого себя сделать объект. Но даже вопрос не такой, если мы направляем акты, и высвечивается то, что высвечивается в этих актах, можно спросить немножко по-другому, вот даже если произойдет так, что он схватит нечто, как он, условно говоря, поймет, что это он же. Именно он, да. Да, то есть, он может схватить любую чтойность, но как ему обнаружить там самого себя. То есть, банальный бытовой пример, вот ты смотришь в зеркало, и ты, видя в зеркале нечто, понимаешь, что это ты. Да, ну, рефлексия, он как бы это прямое отношение имеет к этому примеру. Но акот, допустим, смотрит и как бы и отводит взгляд, и не обнаруживает там себя. Да, я понимаю все, что ты. Вот. При том, что никакое знание определенности не может помочь в этом. То есть, ну, он же как бы, пока он не поймет, что он, это он, он себя не обнаружит. То есть, он может иметь там представление, не знаю, о котах, там еще о каких-то объектах. Ну, короче говоря, он все равно может, видя в зеркале себя, видеть просто некий объект. Новый. Новый. Новый объект, да, вот какой-то там белый, там, белый какой-то, пушистый, там, не знаю. Иначе говоря... Даже может дать ему имя-код. Иначе говоря, субъект должен заранее до актов уже себя знать. Он вообще должен знать, что как бы... Что это вот он, что есть вообще такая вещь, как... Как он сам. Он должен себя уже до актов знать, что можно направить некие усилия на себя, он должен себя уже знать, чтобы туда усилия направить. Кроме того, он должен вычинить из всей остальной реальности. То есть, что в примере с зеркалом, с тортом, что в примере с захватыванием попытки исходить в себя в акте. Мы же, когда пытаемся исходить в себя в акте, мы схватываем всегда, опять же, некую структуру. Вот этого отношения, ну, не, скажем так, интенции объекта и субъекта себя-то, да? Вот, ну, схватив что-то, мы всегда схватим либо что-то слитное. Я хочу сказать... Ну, то есть ты хочешь сказать, что мы обнаружим, на самом деле, не себя как вещь... Не только себя. А мы обнаружим, опять же, онтологическую структуру. Да. Да. Мы схватим частично объект... Ну, в принципе, как бы, в принципе, в принципе, это как раз более, может быть, даже правильный разговор, потому что, все-таки, если, как бы, внимательно посмотреть этих классиков, они ведь не говорят, что субъект должен схватить себя как предмет. Нет, они говорят, что акт должен направиться на сам акт. Да, согласен. Акт на акт. Это просто второе. Ну, и это как бы... Второе пояснение. Да, второе пояснение. Мы могли бы как делать? Мы могли бы акт направить на акт и, как бы, если так можно выразиться, по ниточке этого акта добраться до его причины, да? То есть мы акт направляем не на субъекта, которого мы не знаем, да? А мы направляем на сам акт, да? Потому что акт-то откуда-то переходит, и по акту этому как бы добираемся до его причины. Как бы. И фактически такая логика у Декарта и присутствует. Когда он говорит, я мыслю, я существую, он, как бы, вот в этот момент направляет, опять же, свою активность, так сказать, наблюдательную. На что? На мыслительный акт. Он, как бы, актом схватывает акт. Он схватывает активность. Акт схватывает сам себя. Он говорит, есть активность, вот. Но, как бы, не просто, так сказать, это не просто констатация, это опыт, это переживание. Ну, то есть это, 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 как бы, это, вот именно схватывание активности, да? Ну, как вот, как поймал себя на том, что мыслишь, да? Или поймал себя на чем-то там еще. Вот. Но тут проблема состоит в том, может ли акт схватывать себя как акт. То есть вот, когда мы говорим о субъекта битой структуре, мы имеем в виду, что всегда мы как-то упираемся, в актах, в объект, то есть мы, как бы, в него вливаемся, да? А тут получается, что акт должен одновременно еще и длиться, и он еще должен сам себя схватывать. Да, и он должен, как бы, то есть акт должен схватывать акт. Ну, вот если вот это декартовское построение начать, вот, продумывать в таком ключе, получается, что? Что если бы просто акт схватил акт, было ли бы этого достаточно? То есть... Чтобы добиться бы субъекта. Чтобы просто, как бы, чтобы просто добиться вот этого вот аподектичного неподвижного основания. Вот почему я объясню сейчас. Потому что, ну, была бы какая-то другая активность, да? Вот есть еще одна активность, которая схватывает активности. Но, опять же, как бы, кто схватит ее? Вот. Не требуется ли тут тогда следующий акт, который схватывает акты, который схватывает акты? Вот. Который, как бы... То есть мы же одновременно ведь... Тут ведь на самом деле мы не просто, как бы, понимаем, что мы мыслим, Но мы понимаем, что мы понимаем, что мы мыслим. Может быть, это бесконечный процесс? Ну, вот мне тут вдруг привиделся... Это мы раньше не обсуждали, но мне вдруг тут привиделся такой регресс. Вот. Может быть, я не прав. Но это, как бы, гипотеза. Сейчас попытаюсь, как бы, чуть-чуть ее обосновать. Ну, то есть просто представьте себе, что была бы какая-то активность, да? Которая была бы направлена на акты. И схватывала бы акты. То есть просто этого недостаточно. Но у нее бы, как бы, были просто вот какие-то такие парадоксальные другие объекты. Вот. Тут же важно, чтобы акт схватил сам себя. Вот. Важно, чтобы это был один и тот же акт. Что он, как бы... Только если это один и тот же акт, мы получаем вот это вот неподвижное основание, мы получаем, как бы... Нельзя делать акт один и вторым актом схватывать. Так нельзя. Потому что у них могут быть разные причины. Федоминологические разные причины. Как бы пытаясь... Схватив другим актом... Мы не можем доказать, да? Так сказать, что один тот же субъект. Да, да. Вот один акт, так сказать, схватил другой акт мышления. И можно сказать, ну да, там есть какая-то формальная причина, но он не может сказать про причину себя. А ведь он является здесь, как бы, самым активным актом, да? Он, как бы, так сказать, самая большая активность. Тот, который схватил другой акт. Чтобы понять его причину, нужно, как бы, сверхактивный, да, какой-то еще один придумок. Вот, который схватит этот уже акт и будет доводиться его причиной. Если есть несколько актов одновременных, и один пытается схватить другие, то, на самом деле, надо же доказать еще, что у всех этих актов одна причина. То есть мы не можем сразу, как бы, ставить предпосылки, что субъект уже один заранее. Ну вот, у нас есть акты, некая активность. Мы можем только с помощью одного акта, который причина, уже известно, что одна. У одного акта одна причина, да? И мы можем только с помощью одного этого акта, закругляя его в рефлексии, да, направляя его на акт, пытаться, поэтому, скользить по акту и пытаться достигнуть причины. Да, ведь, как бы, если так вот просто прочитать Декарта, может быть, неправильно, да? Потому что, как бы, пытаясь его в логику ворвать, он должен вопрос сказать, что вот, как бы, достоверно существует активность, да? Вот, как бы, достоверно существует активность, значит, как бы, есть у нее причина. Все. То есть, откуда там возникает я? Почему он говорит, я мыслю, а не просто происходит мышление? Понимаешь? Он перейти к я не может, просто. Ну, вот смотри, вот, как бы, наблюдая... Потому что это было бы ему заключение, а ему заключение здесь запрещено еще, мы еще в сомнении находимся. Он, как бы, вот, есть какие-то акты, там, какие-то акты, там, мышление, там, сомнения, там, чувства... Допустим, акты могут себя схватывать. Допустим, как бы, какие-то акты могут себя схватывать, или другие акты схватывать. Тем самым, как бы, они себя подтверждают, что они есть. Да. Но они не подтверждают, что есть причина. Почему? Потому что сказать о том, что... если есть акты и они очевидны, то значит есть причины, это значит последовать логике а Декарт говорит, что давайте сомневаться даже в логике, потому что он сомневается даже в математических доказательствах, то что может быть Бог обманщик и логика, которую он придерживается, даже если она кажется очевидной, она неверная а по мысли Декарта, вот это схватывание себя, оно сразу же дает я в опыте не путем умосключения это когет эргосум, я мыслю, следовательно я существую, это не логический переход а по идее это должен был переход по мысли Декарта, это схватывание себя в опыте, и тут никакого заключения не нужно, и оно как бы самоочевидно в опыте тут еще просто ты одну вещь не упускаешь, забываешь что на самом деле он перепрыгивает сразу к я, а я-то другой опы вот есть акты мышления он на самом деле подразумевает акты мышления а говорит об этом я, который в другом опыте то есть у него вот этого различия нет если вот изначально нам дано море вот этих актов мышления, то вот эти, ну или каких-то других актов то вот эти акты, их как бы надо было бы грамматически описывать вот такими безличными предложениями типа темнеет да, да, да понимаешь мыслица мыслица вот мыслица но ведь по опыту, ведь мысль приходит не тогда, когда мы этого хотим как вот это любит говорить Ницше а когда она того хочет мысль это нечто, что приходит к нам а не то, что мы порождаем просто пришла мысль и то, что мы говорим я мыслю оно как бы из этого опыта не проистекает то есть понятно, что мы так говорим и понятно, что может быть, так сказать, мы имеем на это право какое-то, да у нас есть на то какие-то основания но они гармонически эти неверные они лежат не здесь опытный путь им неверный это, эти основания лежат не в этом опыте не в этом мыслица потому что в этом опыте есть только мыслица вот сомневается сомневается, да то есть безличные есть предложения у них, конечно же, есть причины можно задумываться о том есть ли причина у этих актов темнеет тоже есть причина да вот как бы темнеет у этого есть какая-то причина, да но она но мы из того, что очевидно сами акты мы не можем перейти к ее субъекту мы не можем говорить о я именно в смысле субъекта вот этих действий да, субъекта актов мы не можем о нем ничего логике сомневаюсь этому логически переход запрещен поэтому ходе тех organism tim философы и мычester各 всегда игра говорю что нельзя п你好 так на пути невалечесsted потому что если я мысли полсоя это просто прос Dudek замысл декапт Но этот опыт в системе развлечений, который мы сейчас переводим, он на самом деле неверен. То есть он как бы на самом деле является смесью. Не смесью, а двух опытов. Развлеченный какой-то смесью. Да, который на самом деле не развлечен. Есть опыт данности я проживания себя во времени, действительно во времени. Когда ты проживаешь себя, то ты с очевидностью существуешь. Нельзя сомневаться. Я проживаю себя, следовательно, я существую. Здесь все точно. И есть другой опыт. Опыт мышления, где мышление является актами. Люди могут сказать, что мышление пока мыслит. Оно, это мышление, пока совершается это действие мышления. Очевидно, существует. Никаких сомнений. Но есть ли у него причина? Как к этому перейти? И вообще понятие причины вдруг возникает. То есть возникает целая категориальная сетка, которую еще только нужно обосновать. В самом начале она возникнуть не может. Не может возникнуть. Понятие причины, понятие логические связи, что причина причиняет. Что есть следствие, есть причина. Что мышление есть следствие некой причиной. И так далее. То есть это... Если это и с самого начала, то тогда нужна философия. Философия тогда начаться даже не может. А мы же говорим о начале философии. В начале философии должен стоять некий опыт. Самоочевидный опыт. И Декарт, как кажется, нашел этот самоочевидный опыт. А именно проживание самого себя. То есть проживание я. На самом деле, когда Декарт говорит об этом проживании времени, то есть проживании самого себя. Он... Точнее, неправильно. Когда он говорит о мышлении, он себя... Он имеет в виду, на самом деле, вот этот опыт проживания себя. То есть смысл. Я мыслю. Он вкладывает в этот смысл. Я проживаю себя. Но при этом, поскольку, как бы, общие эти, так сказать, гностологические установки философии были иные. Надо было, так сказать, познание. Надо было вот это вот аподектичное основание для... Нужно было вернуть вот эту... Всю эту чтольность мира, так сказать, в неприкосновенности. Нужно было науку строить. Он, так сказать, перетягивает одеяло на вот эти... Объект-объектные отношения. Я не думаю, что даже Декарт это понимал. Может быть, не понимал. Да, я думаю, что он еще не понимает это. Не все так просто. Потому что, если вдуматься... Скажем, его поняли так. Если вдуматься, то различия, которые мы сами пытаемся вести, тоже еще как бы надо до конца четко провести. Может быть, как бы, надо как раз тут различия снять. То есть, по-хорошему, надо было бы как-то все это, чтобы все это, опять же, в какую-то структуру, в какой-то синтез сошлось. А не так, что осталась тут одна сфера и другая сфера. Есть некая мысль о том, как это можно было бы объединить. Вот как раз это то, что касается Деррида и учреждения. То есть, как бы, я берет ответственность за все. Оно само поднимает и ставит себя во главу этого субъекта актов. Оно говорит, что я есть также и субъект актов. Оно до него добраться не может, но оно берет всю ответственность за него. Ну, это как один из вариантов, да. Но, тем самым, оно объединяет все. Ну, давайте перейдем, действительно, к рассуждению о рефлексии. О рефлексии. И договорили о рефлексии, да. Не договорили. Да. То есть, вся проблема... Ну, вот, аргументация, почему невозможен рефлексии, я думал, как бы, что можно по-другому аргументировать. А тут получается, что невозможность рефлексии связана с тем, что акт не может схватить акт. Насколько это очевидно, это вот, на самом деле, не очень-таки понятно. Может быть, в классической философии получается, что, если брать философию, опять же, Декарта, что акт может схватить акт. Так что мышление может само себя схватить. Ну, вот, например, стартур в этом сомневается. Он говорит, что я мыслю, следует ли я был, да. То есть, мышление само себя схватить не может. То есть, как бы, акт не может схватить акт. Например, Олег Михайлович Наговицын считает, что акт может схватить акт. То есть, следующий акт, как бы, так сказать, он следует... Да. Следующий акт следует и говорит о том, что был предыдущий, да. Подождите, вот, если следовать этой логике акта, вот, самой структуры акта, то... Ну, акт имею в виду, не переживание акт, да. Акты. Рефлексия — это акт. Вот, субъект, который... Активный субъект своей активности, направленный на некоторый объект и меняющий, в любом случае его в какой-то степени создающий, Да. Раз объект появляется только в акте, вот, то рано или поздно он узнает этот объект именно как существующий в акте, то есть, именно как меняющийся. Ну, как бы, он обнаруживает... Обнаруживает себя в нем. Ну, есть, вот это, как бы, собственно, и это и есть классика, да, то есть, они обнаруживают следы субъекта по его, как бы, деятельности. Вот, да, они постепенно с него восходят. Да, он сам себя хватает за руку. Ну, он проектирует себя на мир, да, а потом обратно все это схлопывает, обратно, и видит, на самом деле, что вот он спроектировал на мир, там, пространство, время, допустим, по канту, там, понятия, там, да, так, 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 так. Ну, все, многообразие, субъективные деятельности, все формы, какие у него есть, он спроектировал на мир, а потом, как бы, обратно все это себе возвращает и понимает, на самом деле, выстраивая логику, да, что представляет собой я. Он схватывает себя за руку сам себя, именно так себя в этой активности и находит. Таким образом он, охватая себя за руку, он хватает себя за руку хватающего, меняющего и хватающего, таким образом он хватает именно этот акт. Таким образом рефлексия возможна. Ну, ну, это знаешь, как на что похоже? Вот, можем ли мы схватить видение, вот мы видим, и можем ли одновременно видеть видение? Можем ли видение схватить? Вот мы видим сейчас, да, что-то, вот, вот, совершаются акты видения. Ты меня пытаешься поймать на себе? Нет, я не пытаюсь тебя поймать, на самом деле, просто с этой факт, как то, что… Видение ты правда не схватишь, физически не схватишь, но ты его можешь схватить? Ну, видение это такие же акты. Видение это те же самые акты. Нет, тут немножко другой ответ должен быть. Ответ такой, что, ну, во-первых, он бы мог обнаружить себя как причину, да, и как бы вот так взойти в себе, действительно, и если бы рядом, так сказать, с этим объектом, который он породил благодаря самому себе, благодаря этому акту, стоял объект, так сказать, сам по себе, вот та самая вещь в себе. Если бы ему было с чем сравнить, как вот он может свою вот эту активность, свою деятельность, свою, так сказать, пригнесённую собой и, соответственно, себя обнаружить в этом мире, если как бы он не дан ему иначе, как через его активность. Вот, ты как бы когда говоришь, ты включаешь на самом деле время, ты говоришь, что вот он как бы действует, ну, допустим, обрабатывает, там кто-то, не знаю, камень, статую делает, да, сначала вот камень, потом, так сказать, вот она постепенно превращается в статую. Изменения-то он видит, даже если он не видит, не помнит первозданные объекты. Ну, так вот, тут как бы важно вспомнить мой вопрос, да, связанный с единственным темпоральности. Как он может ухватить, опять же, чтобы ухватить вот эти изменения, чтобы как бы, это же череда актов, чтобы сравнить вот эти объекты во времени, опять же, он уже сам должен быть дан себе, как некое единство. Он должен собрать все эти акты воедино, понимаешь? Они уже должны быть собраны и исходить как бы из одного центра. И тот, и другой, и третий акт. То есть опять, при таком... А так, ну, вот, условно говоря, вот ты подошла к камню и отколол от него кусочек. Потом я подошел и отколол от него кусочек. Потом кто-то еще подошел. Ты больше никогда не подходишь к этому камню, я больше никогда не подхожу, Булат больше никогда не подходит. И каждый из нас, причем откалывая камень, ты не видел его, так сказать, в том виде, в котором он был. Ты как только подошел, сразу же отколол. Ну вот. Я сказать, это одновременно произошло. И получается, что есть такая череда персонажей, каждый из которых видит некий объект, некий объективный мир, вот в таком и никаком другом виде, следующий видит в другом, если бы их можно было сравнить, на какой-то единой почве, понимаешь? Им нужно единое основание, чтобы сравнить. Ну, хорошо. Нужна память. Ну, так если говорить бытовым языком. А вот с памятью тут как раз огромнейшая проблема. Потому что память, как бы, она будет, когда мы уже, как бы, соберем этот субъект воедино. А как мы его соберем? На каком основании? Ну, а если хорошо, вот мы все эти примеры, ты приводишь эти примеры, которые доказывают именно то, что до мира, ну, я бы, скажем так, данности, чтойности некой до акта, мы не знаем. Не знаем, не видим, помним, даже помнить не можем, судя по всему. Вот, ну, смотри, можно же другие примеры привести. Вот, вот я стою возле лужи и дую на корабле, он прям при мне, акт дыхания моего, дуновения, он один, один акт. И я сразу же вижу, что он движется, этот корабль. Я вижу результат этого действия. Вижу, мне тут нет никаких других. Я вот раз увидела, что вот этот, я могу сделать, совершить еще один акт. Но результат его сразу тоже буду видеть. Изменения это буду видеть. У меня, может быть, слишком радикальная точка зрения, но я, как бы, как раз считаю, что, в принципе, все, что связано со временем и с изменением каким-то, с движением, все это в мир, вот это вот классическое сознание и вот это вот субъекта объектного отношения само по себе, как бы, попасть не может. То есть, ну, не сможешь, чтобы увидеть, как бы, вот это, ну, как сказать. То есть, ты сможешь, ты это видишь, естественно, в реальной жизни, и ты, и они даже подозревают, что ты это видишь. Но они не понимают и не задают себе вопроса, а как это возможно? Это не проистекает из структуры субъекта объектных вот этих вот отношений и множественности актов. Нужна какая-то, какая-то причина, какое-то основание, какой-то дополнительный аргумент, какая-то другая данность, чтобы все эти действия, вот момент дыхания и, как бы, и потом, как бы, следующий момент, когда кораблик поплыл, чтобы это все сшилось, понимаешь? Ну, представь себе людей с кратковременной памятью, да? Вот. Вот, как бы, у них кратковременная память, они постоянно забывают, там, ну, фильм смотрели, этот момент, да? Вот. Они просто не помнят. Вот, так сказать, вот эта вот дискретность, сведи до кванта какого-то времени, до самого минимума, до одного акта. И ты получишь, как бы, картину, так сказать, вот этой активности, которая не обеспечена чем-то другим. Ну, то есть, нет, это ведь интересно, что даже в реальной жизни есть вот такая ситуация, что человек, как бы, может, так сказать, прерываться, понимаешь? Прерываться. И вот была одна активность, потом другая, потом третья, вот. В принципе, этот интервал может быть сколь угодно и маленький, понимаешь? И вот он начал дуть на корабле, понимаешь? И тут же уже забыл, что это он дует. Вот. И что он хотел подуть? Он видит только плывущий корабль, ты думаешь, о, корабль, корабль поплыл, из-за чего то. Ему нужно каким-то образом удерживать самого себя. Классическая философия как раз считает, что он удерживает самого себя благодаря вот этим объектам. Что каким-то образом, как бы, опять же, конституируя этот объективный мир, он как-то вот удерживает собственную идентичность. Я не понимаю, что это значит и каким-то образом. Ну, потому что у него субъект уже сшит заранее. Потому что у них субъект уже сшит. Заранее, предпосылка, как раз объединяет это все, вот это я, которое переживание мы получаем. Вот оно все объединяет. Это не то, что, мой господин, Канн, такое, что трансэгитальное единство, процепция. Да, это именно я. Это похоже на это. И то, что Канн говорит, что я мыслю сопровождают все наши представления. То есть вот это вот единство, да, вот это проживание себя во времени, вот это наше я, оно постоянно везде присутствует. У него, причем, что-то типа проживание во времени в одном месте упоминается, да? Мы же оттуда-то подчеркнули, у Канта. Он как бы первый, так сказать, там как-то вот, но он различил это внешнее чувство, да? Да, внутреннее и внутреннее сознание время, он так его называл, да? Но это у гуси. Да, а, внутреннее сознание время, это у гуси. Да, то есть внутреннее сознание время, это у гуси. Да, это у гуси.